Ну и еще об обстрелах. Давайте поговорим. На этот раз в Белгородской области местная жительница записала видеообращение, в котором пожаловалась на жизнь в приграниченных с Украиной регионах. Запись публикует группа во Вконтакте Шепот Шебекина. Женщина рассказывает, что жители Шебекинского и Валуйского районов, цитата, «отдуваются за всю страну». Последний раз об обстреле, например, Шебекина сообщалось два дня назад. Женщины также жалуются, что несмотря на ремонт домов, местных все бросили. Я не знаю уже к кому обращаться. Наверное, это, скорее всего, обращение будет к нашему президенту, к Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, мы за вас голосовали, мы отдавали свой голос, мы вам верили, доверяли. Мы так больше жить не можем. В Белгородской области, конкретно город Шебекина, Шебекинский район, идут каждый день обстрелы. Дети боятся. Мы боимся здесь жить. Есть жертвы, есть раненые. Никаких мер не принимается. Мы не Луганск, мы не Донбасс. Мы Россия. Почему нас, можно сказать, бросили? Мы отдуваемся за всю нашу страну. Конкретно Шебекинский район, Валуйский район. Ну, по-видимому, в отличие от властей страны, за которых эта женщина голосовала, присоединение, так называемое присоединение, на самом деле, аннексию новых регионов она не признает. Об обстрелах высказался и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который проводит прямые эфиры под названием «10 вопросов к губернатору». Еще одна местная жильница, некая Галина, спросила у главы региона, планирует ли Министерство обороны каким-то образом защитить жителей региона от обстрелов. Вот такой ответ дал губернатор Гладков. Я, конечно, не могу отвечать за то, что мне не подчиняется. Определенная информация в части оперативной обстановки мне доступна, поэтому работа выполняется большая по защите, но ситуация такая, какая есть. К сожалению, наш противник стоит вдоль границы, стреляет, в том числе по населенным пунктам, поэтому обстановка продолжает оставаться сложной. Если есть желание, если есть переживание, мы готовы предоставить вам пункты временного размещения. Еще одна новость из Белгородской области. В эфире губернатор зачитал вопрос от Сергея Ермакова, видимо местного жителя. Мужчина пожаловался главе региона, что один из населенных пунктов, название он его не сообщил, отрезали от области засечной чертой. Это такая укрепленная линия для обороны. Губернатор ответил, что строительство линии согласовано с Министерством обороны. Есть оперативная обстановка, которая не позволяет провести по границе. Поэтому линия строится по согласованию с Министерством обороны. И это нахождение отдельных населенных пунктов или хозяйств впереди или сзади не говорит о том, что кто-то кого-то бросил или не защищен. Добавлю, что еще осенью прошлого года в Белгородской области начали возводить оборонительные сооружения из бетонных блоков, а позже организовали строительство защитечной черты. Вот как, видимо, о ней именно идет речь. С нами на связи Никита Пармёнов, журналист. Здравствуйте. Добрый вечер. Никита, я знаю, что вы уехали из Белгорода, но остаетесь на связи с местными жителями. К сожалению, с ними довольно сложно связаться в прямом эфире, потому что, наверное, многие считают для себя опасным как-то открыто говорить о том, что происходит. Но вот почему, как вам кажется, именно сейчас многие вновь заговорили о проблемах приграничных районов, в частности города Шебекино? Ну, я думаю, это связано с последним обстрелом, очевидно. Что если мы делаем, собственно, некие такие карты обстрелов, да, где мы точно уверены, что был обстрел, например, как в случае с Шебекино, мы наносим эти, да, точки попадания каких-то, да, там, снарядов, ракет на карту. И, собственно, вот при последнем обстреле там четко видно по карте, что там, ну, конкретный район города пострадал там в результате обстрела. Во многих домах вылетели там стекла, снаряды там, мы пока не понимаем, что это до сих пор, как бы, да, но так или иначе снаряды попадали там и в дома, да, если посмотреть фотографии, там, даже опубликованные губернатором, видно, что есть попадания там, ну, как бы, да, там, либо касательные в дома, либо какие-то, да, такие более-менее прямые. Есть ситуации, да, там, когда люди строили, например, мне известно, что местные жители вот по факту строили дом, уже собирались в него заселяться, и, соответственно, вот там в него попал снаряд. Понятное дело, что люди очень обеспокоены тем, что по Шебекино вот так вот попадает, прилетает. В связи с этим я думаю, что они стали записывать обращение, и на самом деле, ну, вот говорить о том, то, что там обстрел Шебекино происходит, там, происходил последний раз, там, два дня назад, да, это если говорить только об обстреле самого города, да, о так называемых прилетах. А по факту жители Шебекино живут, ну, живут на войне, потому что они ежедневно слышат и прилеты, и отлеты, буквально ежедневно, по нескольку раз в день, там, на протяжении какого-то длительного времени. Они определяют, где минометный снаряд, где РСЗО, где артиллерия. Они понимают звук прилета и отличают его от звуков так называемых вылетов, то есть обстрела российской армии, Волчанска. Я думаю, что очень тяжело в этих обстоятельствах вообще как-то жить, да, существовать. И то, что говорит женщина на видео, что, там, дети, да, допустим, находятся в ужасном состоянии, они не могут жить нормально, не могут провести свое детство. Я думаю, что это факт, поэтому и, собственно, и произошло это обращение к губернатору, к президенту. Да, но мы вот видим, что как раз героиня этого обращения, которое выложила его в открытый доступ, адресует его все равно президенту, подчеркивает всячески, что она за него голосовала, а вот теперь у нее ощущение, что ее бросили, хотя это не Луганская, не Донбасс, как она выражается. На кого все-таки, по вашим ощущениям, возлагают вину за происходящее местные жители? Потому что едва ли они, наверное, многие из них понимают, что причины этого агрессии России в Украине, все-таки кого они здесь винят в происходящем? Ну, во-первых, то есть эта женщина как бы обращалась к президенту, но изначально видео она опубликовала в комментариях к губернатору, поэтому я думаю, это было и обращение к губернатору, потому что все-таки, я думаю, жители надеются, что им какие-то выплаты положены, какие-то, да, какая-то поддержка со стороны региональных властей, я думаю, в первую очередь. Ну и, конечно, очевидно, что эти люди возлагают все свои, да, там, негативные эмоции по отношению, да, к войне на украинскую сторону. Мы видим то, что с двух сторон, скажем так, ну, люди очень агрессивно друг к другу относятся. Что с украинской, да, стороны, что с российской стороны, эти обстрелы никак не помогают никому, да. И, опять же, та ситуация, в которой вот эти постоянные обстрелы артиллерии, которые там военные называют пинг-понгом, они играют в пинг-понг, стреляют друг в друга, и, безусловно, из-за этого жители, ну, считают, что их обстреливают там украинцы. Ну, и так и есть, на самом деле так и есть. Российская армия обстреливает Волчанск, соответственно, украинская армия в ответ обстреливает Шебекина. Но, опять же, какие цели преследуются в обоих случаях, не совсем понятно. Как бы, опять же, если говорить про карту обстрелов, да, что там видно, что украинцы пытаются постоянно, да, вот в ходе вот этих обстрелов Шебекина попасть куда-то в район так называемого, ну, не так называемого, а шебекинского мотостроительного завода, или как он там, машиностроительного завода. Буквально по карте, если наложить все эти прилеты, видно, что вокруг этого завода ложатся снаряды, к сожалению, в городскую там, да, застройку. На самом этом заводе есть прилеты. Что находится там, как бы, да, зачем они это делают, не совсем понятно. Вот. И очевидно, что жители, когда попадают в их дома, на территории Шебекина, которые не понимают, почему их дом разрушило, возлагают всю вину на украинцев. И у достаточно небольшого количества людей в голове складывается эта картинка, что, ну, что следствие, это следствие того, что российская армия там обстреливает Волчанск или напала на Украину. Но такие люди, безусловно, есть, и они до сих пор находятся в Шебекине, живут, как бы, да, с этим чувством нам известно о таких людях. Да, при том, что, конечно, до нападения России на Украину никакой опасности ни Шебекина, ни другим приграничным районам не грозило. Это был журналист Никита Пармёнов. Обсуждали с ним обстановку в приграничных районах. Но вот сейчас особенно активно начали жаловаться на свои проблемы из-за обстрелов жителей Белгородской области.